23 февраля произошли два события одновременно. Вот это вот красногвардейцы, матросы. Когда они увидели, что немцы с сонкнутыми рядами наступают, они бежали из-под Нарвы и Пскова. В Пскове в это время шла безумная пьянка матросов, военморков нарком, где пьянка справил свою свадьбу с известной сторонницей свободной любви, большевичкой Калантай, которая потом станет нашим послом в Швеции во время Второй Великой Отечественной войны. И, в общем, до них не дошло, что происходит. Поэтому осталось присловие, как Дебенко-Скалантай пропили Псков. Но когда они поняли, что немцы наступают, вот эти вот бравые матросики, они погрузились на бронепоезд и рванули из-под Пскова аж до Самары. Понятно, где Псков и где Самара. 23 февраля немцы предъявили жесткий ультиматум, и Свердлов его огласил на заседании в ЦИП. Ультиматум был следующий, имеет смысл прочесть. То есть, мы помним, сначала немцы требовали 150-160 тысяч квадратных километров. Теперь условия были таковы. Советское правительство должно было согласиться на независимость в Курлянде или Фляндии, Сляндии и Финляндии с Украиной. Причем с Украиной русские обязывались заключить мир. В Турции передавались анатолийские провинции. Россия обязывалась признать невыгодный для России герман-российский торговый договор 1904 года. Германия должна была получить право наибольшего благоприятствия в торговле до 1925 года. А Россия обязалась предоставить право свободного и беспошлиного вывоза России в Германию и руды другого сырья. Пока тут оглашался ультиматум, немцы двинули так, что русская армия, точнее не русская армия, а солдаты и матросы без офицеров побежали. И спрашивается тогда, почему 23 февраля у нас празднуется как день празднования, как день сначала в Красной армии, потом в Советской армии, а потом как сейчас День защитника Отечества. Дело в том, что большевист Бонч Бруевич обратился к своему брату, военному Бонч Бруевичу, чтобы тот хоть как-то помог нас имитировать, что есть Красная армия, чтобы можно было остановить наступающего противника, что фронт не оголен. Бонч Бруевич, как мог, собрал офицеров, какие были, их одели в солдатские шинели. И вот эти офицеры встретили противника. Немцы очень удивились, они полагали, что армии нет, и немцы чуть-чуть затормозили наступление. Полагаю, что они его возобновили, если вы возобновили, они, конечно, опрокинули бы офицеров, переодетых в солдатские шинели, но они ждали ультиматум. Вот этот день, 23 февраля, странным образом считается защитником Отечества, хотя 23 февраля это не совсем та дата, которой можно гордиться. Условия Брестского мира были намного тяжелее, чем условия Версальского мира. Помните, сколько немцы сначала запросили? 150-160 тысяч квадратных километров. Но поскольку Троцкий проволынил два с половиной месяца, и шел вот этот процесс, и генералы никак не могли продавить, чтобы Ленин и Сталин, в свою очередь, продавили это решение, пришлось отдать не 150-160 тысяч квадратных километров, а 780 тысяч квадратных километров. Значит, что это означало? Что отторгалось по Брестскому миру от России? 780 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек, то есть треть населения России. На этой территории до революции находилось 27% обрабатываемой в стране земли, причем это украинские черноземы в основном, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, 90% производства сахара, здесь выплавлялось 73% железа и стали, 89% каменного угля здесь добывалось, ну и 40% промышленных рабочих оказались под контролем противника. Ленин все время убеждал свою партию, что это передышка, не надо думать, что это Меркс, все будет хорошо. Кстати, в принципе, так потом и оказалось, потому что в Германии в конечном счете произошла революция, только значительно позже, чем думали большевики. Резолюция съезда не была опубликована печатью, то есть Ленин с немцами сначала переиграл свою партию, а потом с партией переиграл немцев, показал себя совершенно блестящим тактиком. Брестский мир продержался всего несколько месяцев. Немецкое правительство расторгло его 5 октября, а в ЦИК 13 ноября 2018 года, через два дня после капитуляции Германии в мировой войне, тоже расторг этот договор. То есть, вот так решился этот вопрос. Но это еще был не конец истории. 19 марта Троцкий добился смещения Бонч-Бруевича и занял его место. Так началось выдавливание интернационал-социалистами той части генералов и офицеров, которые стояли за Октябрьским переворотом. В это же время Сталина начинают тоже потихоньку отодвигать от рычагов власти. А в начале марта 2018 года в Лондоне проходит конференция союзных держав, где было принято решение о совместном вооруженном вторжении в Россию, формально для того, чтобы бороться с немцами, потому что на территории России еще находились немецкие войска. Но по сути, цель была другая. Цель была покончить с Россией, отсечь ее от морей и расчленить. Но оставалась еще формальная сторона дела. И вот формальную сторону дела обеспечил Троцкий, как военно-морской нарком обороны, по сути дела. В конце марта Троцкий официально от имени советского правительства пригласил в Россию армии Великобритании, Франции и США формально для того, чтобы защитить Россию от немцев. То есть он действовал в духе вот этой Лондонской конференции. По сути же, для изменения баланса во власти в пользу про-британских и про-американских сил. То есть до тех, кто устранил когда-то Керенского. Потом Троцкий, вот эти вот, так сказать, интернационал-социалисты, они потерпят поражение в 20-е годы. Но все 20-е годы были, по сути дела, потеряны для восстановления промышленности. 20-е годы шли на борьбу команды Сталина с интернационал-социалистами в духе Троцкого.